Мэр Екапилс Айверс Крапс на студии, который совсем недавно стал главой ассоциации больших городов. Планы, наверное, большие. Сейчас об этом и поговорим. Доброе утро. Доброе утро. Да, Гребен Крапс, может быть, сначала несколько слов. Вот вы совсем недавно мэр Екапилса. Вот, может быть, ваша оценка ситуации, какие основные проблемы в городе? Что вы вообще хотите, может быть, поменять, изменить? Да, ну, депутатом города Екапилс я работаю с 2009 года. Десять лет, да? Ну, десять лет, да. Десять лет. Четыре года я проработал в сфере дорог. Потом четыре года с 2013 по 2017 года я работал заместителем председателя по развитию. Ну, и сейчас вот уже будет скоро три месяца, как работая председателем городской думы города Екапилса. Проблемы? Проблемы, я думаю, так как и у всех городов, и в городе Екапилс проблемы одни и те же. Не хватает финансов, дороги и все остальное. Но как-то уже за два месяца работы старались принять такие решения, как, может быть, самое первое решение, которое я хочу сделать, как минимум каких-то десять грунтовых дорог делать асфальтовым каждый год. Конечно, это нужно финансирование. Я не популист, я никогда не скажу, что возьмем там, где нет, где взять. И быстро сделаны были два решения, и мы немножко сделали кадровую реформу. Я скажу, может быть, немножко, но в городе был председатель и два заместителя. Сейчас остался один заместитель, мы исполнительному директору заместителя сняли еще пару кадров перемен. Это фактическое сокращение даже, да? Фактическое сокращение расходов, да, но это около 150 тысяч евро в год. Ну и эти все деньги, ну и эти вот на эту мою программу, которую я хочу реализовать насчет дорог, вот эти все деньги и каждый год пойдут. Так что я считаю, что плюс-минус семь, восемь, девять, как какие дороги можно за эти дела сделать асфальтами. И это для нашего города, я думаю, довольно видимо будет и каждый год, видимо. Удовольствие сократить, ну, отток населения, мы понимаем, что, ну, фактически это общая беда в Атвии. Люди перебираются, хорошо, если только в Ригу, иногда и за границей, к сожалению. Что касается Екопиуса? Ну, ситуация непростая, конечно, как и у всех, мы, может быть, во всех этих планах, мы не так выделяемся в стороне минуса, но не выделяемся в стороне плюса, это конечно. Но, к сожалению, люди едут с ближних властей к нам, от нас едут или в Ригу, или самое худшее, едут в аэропорт и уезжают. Ну, в Екопиусе можно найти работу, в принципе, да? Можно, но можно найти, очень много ищут, но много уже кто, есть много профессий, где уже работодатели не могут найти рабочих, очень много профессий. То есть, для Екопиуса тоже актуально, да? Актуально, да, актуально, и сейчас при том, что сейчас расцвет еврофондов, работы у предпринимателей много, но кто работает, ищут, очень ищут, да, ищут по всей округе. А каких именно профессий не хватает? Может быть, кто-то у нас в эфире услышит, захочет переехать в Екопиус? Строителя не хватает, шоферов не хватает, ИТ-специалистов не хватает. Как и всюду. Насколько актуально для вас разрабатывается все имя, вот, закон об аренде жилья, насколько вообще это актуально для Екопиуса проблема? Ну, с каждым годом оно становится все больше и все больше, потому что мы тоже знаем этот закон, мы думаем и разговариваем с депутатами Сейма, чтобы этот закон приняли. Но важно финансирование этого проекта. Как последние пару месяцев мы все видим, что финансирование даже еврофондов не всегда есть деньги у государства. И, как говорится, еще проекты, которые по большей части только европейские деньги еще, да, но если есть проект, где много нет, и цена масс из Максос, тогда очень мало вариантов такой проект реализовать. Потому что тогда нам сразу, если брать кредит в банки, в коммерческие банки, тогда, ну, в нашем городе аренду больше 200 евро за квартиру не будут люди платить. Потому что цена, реальная цена, за которую сейчас идут аренды, это 150, ладно, новый дом, может быть, 200, да, но не больше. У нас нет такого, таких заработок, мы не можем цену Риги держать. Это точно. Наверное, для жителей Екапиуса и всех окрестностей очень важна Екапиусская больница. В каком она сейчас состоянии, удается ли там удержать медиков? Ну, ситуация там тоже очень сложная. Это было тоже одно из самых моих первых решений. Я уволил председателя городской больницы. И сейчас был конкурс, и послезавтра будет заседание, где утверждим двоих новых Волдос-Лоциклев. А, то есть будет новое руководство в больнице? Да, будет новое руководство. Прошлый год мы закончили очень плохо, мы закончили почти 800 тысяч евро минусом. Мы закончили год с проблемами в больнице, между... Реально недовольны были и докторы, и пациенты. Что самое главное, пациенты были недовольны. Много решений. Эту Волды поставили сразу после 17-го года выборов. Новое правительство. И, ну, к сожалению, на те, на что они выдвигали, на них надежды не оправдали. То есть, в принципе, вам пришлось принять очень много непопулярных, как сейчас модно говорит, решений, да? Ну, с какой стороны непопулярных? Непопулярных со стороны председателя правления. Но когда я встречался с докторами в больнице, да, пришло, не знаю, 60 докторов. И там, в принципе, если было бы там какое-то голосование насчет этого, там было бы единогласно. Даже так? То есть, такой был настой медиков, да? Настой был очень, как бы, буйный, потому что медики сказали, если я не приму кардинальное решение, медики 10 плюс уйдут на следующий день с работы. Это для нашей больницы сразу была бы большая катастрофа. Мы уже так за этот год потеряли пару-пару врачей, пару-пару отделений, которые мы можем зарабатывать. Потому что, я думаю, самая большая была проблема, что мы сделали врачи работу, за которую мы не смогли, не умели взять деньги у государства за уже сделанные работы. Да, вот это самый большой минус. Ну, вообще, по Латвии сейчас большая проблема, нехватка врачей, 3,5 тысячи, если я не ошибаюсь, это число, которое называется, в Екапилсе. Хватает ли медицинского персонала или все-таки, и основная проблема она в управлении, или количество докторов это тоже? И то, и то. Но сейчас, я надеюсь, мы уже года 4 мы идем в самоуправление, идет программа, где мы платим стипендии медикам. Заключаем договоры вместе с больницей, мы смотрим, какие доктора нам нужны, да, и сейчас, вот уже начинается первый год, когда они уже заканчивают свою учебу и идут, будут идти к нам работать. Это, в принципе, уже, ну, около 20 человек вместе. Ну, резиденты, да? Ну, как мы знаем, учиться на медика, это не 3,5 года, да. А 10 лет, практически. Да, вот мы после этого первого, когда он ждет резидента, мы платим стипензию многим, таким профессиям, которые нам нужны, да, и сейчас уже первые идут обратно. Конечно, студент может это выплатить, то, что мы за него заплатили, и уйти в любую другую больницу, это тоже, и, к сожалению, и мы один раз выплатили человеку, который шел под стипендию резикне, и женился в Екапелсе, женилась, и мы выплатили за этого уже молодого доктора компенсацию резикне. Зато получили врача. Да, да, ну, и, к сожалению, так и может быть с нашими, да, жизнь идет и меняется. Но мы эту программу уже 4 года ведем, это довольно большие траты, самоуправление бюджета просит, но другого выбора нет, как только помочь с деньгами, чтобы хоть человек тут, не знаю, 4-5 лет поработал. Вот жители Екапелса, я так понимаю, еще, наверное, когда вы вас избирали мэром, наверное, тоже надеялись, что будет решена вот эта проблема свалки в Межиле, да, если я не ошибаюсь, какая там сейчас ситуация? Как, вот, многие вопросы почти все проблемные. Да. Один в городской казне, другой в частном банке. Сейчас частный банк, не буду тогда называть название, уходит с Латвии вообще. Вообще, да. Вообще. И он до 31 декабря этого года спрашивает… Вернуть деньги, да? Вернуть деньги. Это деньги большие, больше полтора миллиона. Сейчас есть два выбора. Или перекредитоваться в другой коммерческий банк, но дадут ли. Ну, вот сейчас это правление свалки работает. Или тогда идти в городскую казну и там спрашивать, чтобы они покорили этот долг. Если смотреть насчет свалки и других свалок, наша свалка была самая, ну, так сказать, дорогая, потому что она строена была самая последняя. И те все, которые мысли были, сколько там будет отходов, они, в принципе, были по каким-то, ну, не знаю, по этим называемым трек на МГД. Люди уехали, мусорный объем столько нету, денег столько нету, и проблемы там на шагу. Но сейчас, как бы, кончился период, 5 лет стройки полигона. Сейчас можно делать какие-то действия, которые… Что-то продать, арендовать что-то уже, что проект не ставит какие-то границы. Но проблемы там есть, но я думаю, мы вместе… Ну, там очень много нас в самоуправлении, в городе Екопилс, только немножко больше, чем 30% акций. Так что, чтобы там проблемы решать, нам надо со многими договариваться. Вы, когда только пришли к креслу мэра, стали мэром Екопилса, вы говорили о том, что хотите сплотить Думу, потому что в момент вашего прихода она была сильно раздроблена, и там голосование за отставку предыдущего мэра это показывало, там было 7 за его отставку, 5 против, то есть практически наполовину разделилась Дума. Как сейчас этим стоит дело, особенно учитывая ваши достаточно такие, ну, не радикальные, но смелые шаги в политике? Ну, сейчас у нас был, как бы, первый месяц май и июнь. В июле мы не было, у нас заседание Думы первый год. Это уже прошлое правительство приняло такое решение, что в июль, ну, две трети рабочих идут в отпуск. Как бы за этот месяц, я не знаю, как там, вот первое заседание будет в четверг, тогда посмотрим, но я, как и говорил, я хочу не делить оппозицию позицией, мы каждый четверг, каждый второй четверг, мы собираемся после заседания вместе, и тогда такие самые важные вопросы переговариваем, да, я пробую говорить, чтобы, ну, было, никогда все, каждое решение не будет всем нравиться, но я хотел бы, чтобы больше, чтобы решение нравилось как минимум две трети депутатов. Ну, пока, конечно, насчет сокращения людей, там, каждый, там, брал, как бы, на себя, что это, ну, какие-то политические, ну, так всегда можно какие-то вопросы, но у нас и сейчас были, я не знаю, 90% вопросов идут единогласно, да. Так что, я думаю, будем, первый период всегда трудный, потому что еще эмоции у всех, да, у всех, не только у позиции и у оппозиции, но я думаю, со временем мы поймем, что мы, самое главное нам работать на благо людей и свои амбиции, может быть, немножко поставить, хоть на полтора года, немножко в сторонку начнутся выборы, тогда можно и эмоции, и свои выводы побольше говорить, а сейчас надо работать во благо людей, при том, что у нас следующий бюджет будет нелегкий, потому что сейчас у нас строится мультифункциональный холл, и там будет больше 20 рабочих, это для нашего города около полмиллиона в год на зарплаты, это большая сумма, которая... Нужен был вам этот зал, тем не менее, да? Нужен, может быть, не в таком исполнении, как он сейчас, да, да, но зал был нужен, потому что спортом занимаются люди, у нас есть, как вы знаете, есть, в этом году вообще был такой год, что у нас две команды выиграли чемпионат Латвии, волейбол и гонболу, да, у нас баскетбол развитый, сейчас, может быть, не в самом высшем уровне он был, да, но дети тренируются очень много, и реально люди, которые хотят просто вот как я вечером сыграть баскетбол с друзьями, тогда там уже где-то полодиннадцатого вечера, только залы свободны, так что дети... То есть так все забито? Все забито, да, и футбол, и баскетбол, и волейбол, но очень активно дети, и для детей, я думаю, ничего не жалко, может быть, там никто не верстит, как Порзингис или кто, но самое главное, что он занимается спортом и не думает о чем. Они шляются по улицам. Да, и потому что этот холл нужен, и вот как вот, например, был, играли вот в финал волейбола, ну, людям было очень трудно, потому что очень большая часть не было, где сидеть и даже зайти, так что такой холл, где тысяча сидячих мест, городу нужен. Нужен ли был Ледовый дворец, это будет, посмотрим, посмотрим, там планы большие, как это все прольется. Есть команда, есть у нас и люди, которые почти в сборной Латвии играли по хоккею, так что есть традиции, спортивные традиции в Екапелсе всегда были, есть и будут. Так что, ну, это будет решение, что деньги побольше не придут, а реально нужно будет. Расходы будут большие. Расходы будут побольше. Если говорить все-таки еще с точки зрения того, что у вас говорили о ассоциации больших городов, понятно, что сейчас такой, как тоже такой словомодный, вызов будет, это административно-территориальная реформа, она продвигается довольно быстрыми темпами. Вот что вы по этому поводу думаете? Какой у вас диалог вот с министром Пуция, который очень активно это все продвигает? Затронет ли реформа Екапелс? Да, ну, может быть, тогда я тоже в две части, одно я тогда скажу мнение свое и своего города, и тогда больших городов, это немножко мнение иначе. Если смотреть мнение самоправления Екапелс, то мы за реформу, мы за, мы за, много факторов могу. Конечно, в этой реформе, которую предлагает министр, еще много-много что неизвестного. Это, конечно, но если смотря, мы смотрим со стороны нашего города, тогда мы только за, потому что если к нам идет предприниматель, хочет что-то строить, у нас, в принципе, территорий нет. Есть только старые дегардированные территории, где предприниматель смотрит, там какой-то мазут, то что сразу очень дорого, он не будет, он ищет рядом. Это один. Другой вариант. Большинство областей, которые живут с нами, они работают в городе. В принципе, деньги, которые зарабатывают у нас, уходят туда. Я там не вижу смысла. В-третьих, как мы развиваемся, если одна волос, ну, хоть такая маленькая, делает велодорожку, и мы не делаем то же самое по той дороге, тогда нет смысла той велодорожке или наоборот. Она заканчивается там и все. Конечно. У нас маленькая территория. Если сейчас мы смотрим по прогнозам, что мы будем 41 с копейками тысяч людей, при этом, какой мы район были, ну, так сказать, в советское время, то в начале 90-х город только был 30 тысяч людей. Сейчас город 22-400, ну, около. И при том, к сожалению, из этих людей еще не знаю сколько, но живут за границей. Они уже реально за границей. Реально они приезжают на какое-то время. Вот сейчас летом очень много. Родители навещают. Да, навещают, и многие работают, возвращаются обратно, потом опять едут работать. Как кто? Многие поехали и уже не приезжают, да. Это, я думаю, территория чем побольше, и мы тут все вместе. Нам тут и работа вместе, и планы, я думаю, должны быть местные. Так что такая территория, как бывший район, я думаю, очень для нас хороший вариант. Конечно, надо думать, я думаю, что насчет дорог надо думать. Конечно, если была бы хорошая дорога, тогда самый там дальний наш пункт 40-45 километров, это не проблема доехать до города ни на работу, ни на отдых, никуда. Так что мы региональный центр, и около нас надо всему быть. Да, мы только за. Если смотря насчет больших городов, да, тогда, конечно, там есть всякие разговоры, да, и не каждый город думает так, как мы. Есть города, которые думают, как мы, плюс-минус, есть города, которые сильно напротив. И вот уже несколько недель есть этот Петриум, где двухступенчатое самооправление. Ну, этот мы смотрели на прошлой неделе, этот план, но не было такого единогласного мнения, но решили, что этот план покажем всем остальным, всем, которые интересны, всякие НВО, жителям, правительству, депутатам Сейма, и поговорим об этом по большему кругу. И тогда уже приняем решение, какое будет решение больших городов насчет этого вопроса. Ну, вообще, из того, что можно видеть в СМИ, очень многие представители малых самоуправлений, то есть небольших городов, а вот таких самоуправлений поменьше, они беспокоятся, что если эта реформа будет принята, то новосознанное самоуправление не будет больше внимания уделять как раз-таки городам. То есть, и вот если Екапилс объединится с окружающими маленькими самоуправлениями, то большая часть финансов и обогораживания будет уходить именно в Екапилс, а не в самоуправлении вокруг. Ну, я с этим категорически не согласен, потому что, во-первых, надо понимать, в какой местности мы можем что-то развивать. Нет смысла строить завод 40 километров от города Екапилс, например, где вообще нет рабочих. Ну, например. Да, кто там будет работать. Кто там будет работать. Там придет инвестор. Какой инвестор будет вкладывать деньги? Ему главное не то, что ты там землю можно купить за, там, не знаю, 5 тысяч евро дешевле. А люди и дороги. Конечно. Не будет людей, а людей в областях. Ну, еще меньше становится, если смотреть… Особенно работоспособных. Конечно. У нас в городе тоже уже проблем, и там нет, но там предпринимательства не будет. Дальше что смотрим? Школа. Я согласен, что школу до 6 класса нужно тем ближе к дому, тем лучше. Дальше хорошая дорога. В городе школы, интернаты можно жить, работать. Спорт, культура. Медицина. Художество, музыкальные школы. Это все в городе есть, и это есть на высоком уровне. Если ребенок хочет развиваться, ему нужно развиваться, где есть побольше возможностей. Может быть, в школе 25 детей в школах. Что эта школа ребенку даст? Ну, я по такому… Тут главное человек, ребенок и человек, да. Это самое главное. 30 километров до города – это не проблема. Но дороги надо делать, это да. То, что если соединиться самоуправление, то все, только все, как тут и я много раз слышал, что весь бюджет остальных пойдет только на развивание города. Ну, так не будет. Так никогда не было, и так никогда не будет. Это просто, конечно, если смотрим наши ситуации, что при планах Пуца остаются наши, то есть, новой созданной волости будет 19 депутатов. Ну, сейчас где-то 60. Конечно, все не попадут. Кто попадет, кто это знает, да, но все не попадут. Ну, понятно, что есть недовольство, да. Да, если у нас есть сейчас вместе 6 председателей, ну, тогда останется только один. Если у нас сейчас есть, там не знаю, сколько заместителей по властям, не знаю, около 10, тогда останутся трое. Ну, в принципе, понятно, что, тем не менее, на 119 самоправление – это много для Латвии, это мы понимаем, да? Это очень много. Я и не хочу согласиться с тем, что по 200 тысяч обязательно, как в другом предложении. Число людей не дает возможность развития. Это не самое главное для развития. Да, но 119 – это тоже, ну, не должно быть самоправление, которое, в принципе, занимается, я не знаю, чем занимается самоправление, где тысячи людей. Они даже не в состоянии никакие профинансировать ничего, то есть, они только живут на дотации. Да, да, и самые большие только у них расходы – это на содержание самого самоправления. Да, прошлую реформу, когда делали, было очень просто, что сказали, что будет поменьше бюрократии, поменьше чиновников, что произошло на самом деле. Их стало больше. Их больше стало. Я думаю, что вот это надо брать и сделать так, что реально сейчас, как вот министр Пуция говорит, что как его план, так и идти по такому плану и не сходить с курса, да? Если сказали 19 депутатов и там, в каждой волости по-любому останется человек, который будет заниматься этой волостью. Конечно. Там просто, ну, там если, ну, конечно, каждый, каждый человек думает прежде всего о самому себе. Ну, вот и потому и больше такие мнения есть, но когда вот министр поедет разговаривать с народом, я думаю, народ, реальный народ, те, которые не работают ни в сопрямлении, ни в школе, ни в другом, где платят от государства деньги, в принципе, народу не эти проблемы главные, им другие проблемы главные. А, в принципе, предприниматели, вот в ЕКПУ все-таки у вас есть несколько, насколько я понимаю, крупных довольно, вот, ну, компаний, могут обратиться в самоуправление, как-то им помогает? Вы в контакте с этими предпринимателями, с основными работодателями? Да, да, мы в контакте, ну, я не знаю, это плюс или минус, у нас нет ни одного работодателя, который тысячами рабочих мест. Ну, сейчас, да, самое большое, у нас около 300. Ну, это уже хорошо, да. У нас самые большие части бизнеса, это строительный, деревообработка, это, ну, как бы наш бренд нашего города, да. Мы общаемся, многие из них, депутаты города, с ним общаться, да, нужно почти ежедневно, да. Но мы общаемся, мы общаемся, ну, что город может помочь? Город может помочь только налоги на недвижимость. Снизить, снизить, да. В принципе, остальное мы не можем, мы можем максимально укорочить какой-то бригаритический путь, если предприниматель приносит заявление, мы можем этот цикл сделать как можем меньше, да. Но реально, насчет финансов, мы можем только по одному поводу помочь, да. Ну, не знаю, я думаю, что между нами диалог есть довольно хороший, да, со всеми, я сейчас, да, тоже думаю сделать такой, как совет больших предпринимателей, где раз-два раза в год мы встречаемся с такими очень большими предпринимателями, которые уже, я им говорю, как я вижу развитие города, они говорят свое, потому что, ну, если человек держит 250 рабочих мест, он платит большие налоги, его мнение обязательно нужно учитывать. И второе я хочу делать, вот сейчас летом, как бы, может быть, не так это, но осенью будем делать, что по сферам, например, бухгалтерская сфера у нас очень развита, это как у нас колледж, и остальные маленькие, вот с каждой сферы пусть люди выдвигаются, помогают одного представителя, и тогда вот мы тоже вот, может, два, может, три раза в год садимся у стола и говорим, какие у них проблемы, такие глобальные, не будем там смотреть, кому у входа там что-то не так, но побольше такие, как они видят, что помочь, что, насчет рекламы, насчет, ну, разных вещей. Что касается регионального транспорта, автобусного сообщения, вот, как вам видится эта проблема, потому что, насколько я понимаю, государство опять думает, как сократить эти вот дотации, да, ну, к счастью, я крепился преимущественно в том, что все-таки поезд тоже идет, и из Риги в Якрепилсе обратно, вот, как вам видится эта проблема? Ну, да, насчет автобусного парка, городу принадлежит 51% акций, перевозки, которые идут по городской местности, там… Ну, три года, там проблем особых нет, да? Там проблем нет, там был реальный конкурс, мы не дали так, без конкурса был конкурс, выиграло наше предприятие, не помню, когда, но еще пару лет этот конкурс есть. Конечно, побольше проблем на остальные маршруты, сейчас в сентябре большой конкурс по лотам, наш парк участвует, да, но я очень надеюсь, что мы, как бы, мы едем и в Риге маршрут, и по Аземгалскому едем, и по Латгальскому едем, потому что у нас филиал в Прейле есть. Довольно у нас большой парк, почти 200 рабочих, так что мы хотим, обязательно хотим, чтобы мы остались в этом рынке, и как бы мы, все критерии, сколько мне рассказывал директор автобусного парка, мы, в принципе, можем исполнить то, что спрашивает министерство, сообщение, и будем участвовать, будем, надеемся, что, 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 будем, какую-то лоту мы выиграем, чтобы остались и автобусы, и рабочие, и сам парк остался, потому что если останется только местные перевозки города, ну, это уже будет только треть, треть всего парка. А школы, я так понимаю, что все-таки вам удалось эту школьную сеть тоже сохранить, да? Да, школьную сеть, но мы одну школу ликвидировали, ну, вечернюю школу. Вечернюю, да. Ну, конечно, там и довольно большая аренда была, и в одной школе там много и технического персонала не будет. Ну, сейчас мы большой, нашкольный проект мы делаем очень большой, мы делаем вторую школу, которая всегда была, ну, русскоговорящая школа, да. Сейчас проект по реконструкции идет, я надеюсь, да, в начале сентября мы одно здание из двух сдадим, и могут дети, будет учиться, там все реконструировано, вся мебель новая, вся компьютерная часть. Это в Куспилсе? Нет, нет, это в Екапиловской части, да, да, да. У нас когда-то было две школы русских, вторая и четвертая, одна была на Куспиловской стороне, ее их соединили, ой, не знаю, я еще до девятого года точно. До девятого года, да. Когда я кофтерами, я не помню, но это... По-моему, это вторая школа была, да? Да, сейчас вторая школа осталась, да, и сейчас, ну, сейчас там так делаем реконструкцию, и после этой реконструкции будем делать димназию реконструкции, тогда у нас есть еще третья школа, которая уже сделана, ну, и еще памат-скола у нас есть. Основная, да. Да, ну, и как бы вот так, так мы с такими есть. В территории города есть Куспиловская школа, но она находится в территории города, и там две трети учащихся, жителей города Якопиловской. Ну, потому вот и то же, что мы предыдущие говорили, что это логично бы было нам соединиться. Конечно. Такой же вопрос, как про врачей, что у вас с учителями, хватает ли их, и, может быть, у вас тоже есть какие-то программы, привлекающие учителей в Якопиловск? Таких программ специальных нет, мы идем на программу, если нет такой очень большой нужды. Есть поменьше, но есть, конечно, нужда. Ну, и мы молодым специалистам, это не только врачи, учители и другие, мы помогаем с квартирами. Насчет учителя только такая помощь насчет квартиры. Идет директор с заявлением, что приходит учитель X с первого сентября, ему нужна помощь, например, на квартиру на год, на два, пока он там сам. И есть возможность такой? Мы решаем этот вопрос, у нас довольно фонд квартир городской довольно большой, мы можем это решить, мы, ну, конечно, у нас есть районы, где, как и у всех городах, где хотят жить получше, где не очень, но смотрим, если есть за полгода, мы можем такую проблему решить, потому что люди уезжают, к сожалению, умирают, квартиры остаются, мы сделаем ремонт, и пускаем молодых специалистов. Ну, вообще, то есть у вас хватает молодых специалистов, нет вот этой, опять-таки, общеватвитской проблемы, что большая часть учителей, они предпенсионного возраста? Как по каким школам? Есть школы, где побольше, это да, есть где поменьше, но да, учители, средний возраст учителя довольно высокий, да. Вот, может быть, такой последний вопрос, что касается вот ассоциации больших городов, вот как вам кажется, удастся ли вот найти диалог с правительством, я так понимаю, не всегда это удавалось в предыдущие годы, понятно, что правительство меняется, коалиция меняется, вот как вам увидится это сотрудничество? Я очень надеюсь, что мы договоримся, потому что, как мы знаем, ну, большие города, это, ну, это центры, это центры Латвии. Да, развитие, фактически. Я думаю, нужно будет, вот сейчас есть несколько, как говорится, предложений, надо об этом просто садиться и регулярно говорить, и все можно компромиссами решить, и главное, главный разговор. Ну, может быть, такой немножко наивный вопрос, но, тем не менее, теперь, когда вы, вот, являетесь председателем следующим городом Ассоциации больших городов, вам, как мэру, насколько это мешает в плане времени? То есть, надо заниматься Екапиусом и всеми большими городами. Ну, пока еще неделя прошла, только, да, я сильно этот объем работы, ну, так, если, пока я не думаю, что мне это будет мешать, я думаю, я довольно энергичный человек, я справлюсь с этим вопросом. Я и сейчас работаю, как говорится, не 8 часов в день, конечно, будет побольше, надо будет быть в Риге, это 2 часа езды, это нелегко, но я думаю, что и то, что я сейчас в такой должности, это с одной стороны немножко отбирает у города Екапиус, но с другой стороны можно и что-то быть побольше, потому что, потому что я сейчас, думаю, буду общаться со многими и побольше, и мои связи будут побольше, так что я думаю, что эта должность как никогда вовремя, чтобы помочь нашему городу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.